Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Алла Журавлёва, и я являюсь преподавателем математики в школе SkySmart. Я рада всех приветствовать на сегодняшнем стриме, тема которого – «Как научить детей протаптывать тропинки в мозгу». По моей классификации все ученики делятся на три типа. Это мотивированные ученики, которые без оглядки бегут на занятия с горящими глазами и понимают, зачем им это надо. Вторая категория – это трудяшки, которые, несмотря ни на что, просто учат и понимают, зачем им это надо. Ну и третья категория – это ученики, которые не понимают, зачем им это надо и не хотят, соответственно, учиться. Казалось бы, у первой нашей категории все должно получаться легко и просто, раз есть интерес. Однако, вторым тоже сложнее, потому что основной метод заучивания – это, ну, нудная зубрежка. Ну а третьим так и вовсе не сладко приходится. И чтобы закрепить знания во всех головах, мало хорошо объяснить тему, надо еще повторить сто пятьсот раз при отработке и закрепить, соответственно, на практике. Потом знать домашнее задание, при этом приговаривая, повторение, мать, учение и надеяться, что за неделю все переварится в мозге. Но здесь ключевая фраза – за неделю все переварится в мозге. И многие ее недооценивают, особенно ученики. Ну, потому что мало кто задумывается, как происходит формирование долговременной памяти в нашу мозгу. Из-за этого неделя между занятиями пролетает неэффективно. А советы, как повысить работоспособность мозга или как улучшить память, применяются в реальной жизни всего два, от силы два-три дня в неделю. Но если бы каждый раз, выполняя один или иной совет, мы осознавали, какой процесс в данную минуту происходит в нашем организме, то бросить бы уже это начатое никому бы не захотелось. Сегодня я вам как раз расскажу про шесть таких способов прокачки мозга, которым имеет смысл возвращаться, причем с регулярностью. Первый способ – конечно, это занятие физкультурой. Но, как вы прекрасно знаете, что во время занятий физкультурой усиливается кровообращение не только во всем нашем организме, но и в головном мозге, благодаря чему он, конечно, получает больше кислорода, питательных веществ. Естественно, определенно это так. А вы знали, что в это время происходит антиогенез, то есть рост новых сосудов. Благодаря им мозг даже в покое получает чуть больше питательных веществ. То есть мозг немного неизбирательен в том плане, что ему лучше улучшать. Поэтому изменения претерпевают не только наши двигательные нейроны, но и находящиеся рядом, которые как раз и отвечают за память в том числе. На практике это выглядит следующим образом. Конечно, проводите на ваших уроках физкульт-минутку. Допустим, на своих индивидуальных занятиях я провожу физкульт-минутку с использованием немотехники. Вы можете сказать вашим ученикам, сидящим в классе, что вы обладаете магнитно-резонансным или рентгеновским, или просто сквозным зрением. И видите, как растут их новые сосуды в мозгу. А потом подчеркнуть, конечно, плюсы этого процесса. Второй способ. Это, конечно, чтение книг, изучение языков, ну и, конечно, занятия математикой. Вы понимаете, что этот совет нацелен на совершенствование нейронных связей. Тут стоит рассказать о том, что поступающая как раз к нам информация через глаза, слух, кожу, также преобразуется в электрический импульс, который распространяется по нейронам нашего головного мозга. Поэтому радуйтесь вместе с вашими учениками каждой решенной задачки. Ведь теперь нейрон вырабатывается чуточку быстрее. Например, на практике преподаватели иностранного языка смело могут рассказать, как хорошо ваш предмет влияет на развитие мозга. Добавляем при этом ваши эмоции, что добавит мотивацию ученика. По тематикам совет на вопрос ваших учеников. Где мне в жизни пригодится умение решать ваше уравнение? Смело отвечайте таким ученикам. Пригодятся нейронные связи, которые формируются при решении задачи. Ну и, конечно, отработка и закрепление тут тоже не пустые слова. Теперь вы знаете почему. Третий способ. Советую всем учить стихи и не злитесь. Потому что ведь нервные клетки, как вы знаете, не восстанавливаются. Сюрприз в чем? То есть, когда вы пытаетесь что-то запомнить, дендриты нейронов начинают активно расти, образовывать новые сети, помогая уже имеющимся эффективнее передавать информацию. В общем, прокладывать новые дорожки в нашем головном мозге. На практике вы, например, можете устроить баттл между учениками. Кто за неделю улучшит свою транспортную сеть лучше? За каждую выученную дополнительную строчку смело прибавляйте плюсов к его оценке. Ну а мы проверим потом, кто из них будет и окажется мегамозг. Четвертое правило. От работы кони дохнут только не морские. На самом деле это звучит не так безумно, как кажется. В человеческом мозге есть такая структура, которая называется гиппокам, что в переводе с греческого морской конек. Именно он отвечает за формирование нашей памяти. То есть чем больше мы пытаемся запомнить какой-то информации, тем больше поступает электрических эмбульсов в наш головной мозг. И тем больше, соответственно, клеток необходимо для их отработки. И только гиппокам умеет выращивать новые нейроны, и оттого, конечно, увеличивается в размере. На практике как это выглядит? Тренируйте свою кратковременную память на занятии. Каким образом? Например, предложите ученикам запомнить за пять минут какую-то новую формулу или небольшой ряд каких-то исторических значимых событий или дат. Руссковеды могут использовать, конечно, запись каких-то словарных слов. Иностранцы, иностранные слова и фразы. Ну и пусть, конечно, это напишут по памяти обязательно. И в конце урока попробуйте повторить эту процедуру. Но не повторяйте им то, что надо было запомнить. Пусть стимулируют свой гиппокам через два вида памяти. Пятое правило. Повторение мать учения. Как мы уже говорили, что наш гиппокам можно назвать еще и архиватором. То есть все входящие к нам знания, нашему морскому коньку, наш морской конек сортирует и прячет по разным областям головного мозга. Ну и, соответственно, формируя определенный путь по нейронам. И чтобы этот путь не затерялся среди многих других, его нужно обязательно протаптывать повторением, что даст возможность циркулировать импульсу по цепочке нейронов несколько раз. А вы уже помните, почему это хорошо. То есть при повторении надо бы пытаться именно вспомнить изученное, а не просто пролистать учебник. Таким образом протаптывается тропинка к знаниям. Чем лучше тропинка протоптана, тем легче, соответственно, по ней идти. На практике как это выглядит? Например, используйте неделю между знаниями эффективно. Научите ребят протаптывать тропинку в их мозгу. После урока, например, или по дороге домой пускай они повторят то, что сегодня вспомнят, что узнали. То есть так морской конек не успеет забыть дорогу. А дома предложите вашим ученикам вспомнить и рассказать родителям то новое правило, которое они сегодня узнали. И тогда их тропинка станет, конечно, намного заметнее. А при ежедневном повторении, выполнении домашнего задания и вовсе будет протоптывано шоссе. Ну и, наконец, шестое правило. Это, конечно, хороший сон, особенно перед экзаменом. То есть, как вы знаете, ночью активность мозга снижается, но его работа при этом не прекращается ни на минуту. Именно в это время наш морской конек приводит уборку в мозге, расставляя все по своим местам. То есть, ночью происходит переход от коротковременной памяти в долговременную. Тогда уже вырабатывается наш гормон мелутонин, который позитивно влияет на работу мозга. И вот как раз пик выработки этого гормона приходится на 23 часа. То есть, это обязательные условия, естественно, и, конечно, абсолютная темнота. Если ложится в определенное время, мозг составит свое расписание выработки такого гормона и также других действий, и ему нужно будет, конечно, в этом помочь. На практике выглядит это следующим образом. То есть, если вы что-либо не успели выучить, а впереди, как вы думаете, еще вся ночь, постарайтесь все-таки лечь до 23 часов, поспать несколько часов, а потом уже с новыми силами продолжить подготовку. Но вообще, конечно, лучше не допускать подобного и протаптывать свою тропинку заранее. Итак, в завершение нашего стрима хочу подвести итог, что теперь вы знаете механизмы некоторых процессов нашего мозга, а значит, сможете грамотно повлиять на них. Давайте вспомним классификацию из первого способа. Что вспомните? Молодцы. Ну, конечно, рассказывайте ребятам об этих механизмах, но преподносите это как огромную некую тайну. Вы всегда прекрасно знаете, что секретная информация вызывает особый эмоциональный отклик у ваших учеников. И тогда первый наш тип учеников будет развиваться и в других областях. То есть здесь здравствуй, ассоциативное мышление, согласны? Второй тип наших учеников получит немного мотивации и интереса от этого эксперимента над собственным мозгом. Ну, а третья наша категория учеников поймут, что им достаточно немного дисциплины и вдохновения, которые также помогут им прийти к успеху. Ну, а всем, кто досмотрел это видео до конца, я благодарю и поздравляю вас тоже с приобретением новых нейронных связей. Всем до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...